всем привет с вами Эльдар Муртазин это один из роликов серии про кризис на рынке и мы рассматриваем разные аспекты этого кризиса один ролик одна тема посмотрите плейлист если еще этого не сделали тут разные темы абсолютно но сейчас поговорим про операторов российских про российских операторов что с ними происходит как это будет происходить ну и так далее сегодня у нас есть большая четверка и первое что нужно рассмотреть это те санкции которые ввели против конкретных лиц компаний представлена большая четверка такими операторами как мтс мегафон билайн теле 2 я их перечислил по размеру абонентской базы внутри россии билайн это торговая марка в импелком пау в импелком является российские российской акционерной компании который входит в холдинг вион вион это международный холдинг но собственно говоря он и появился благодаря в импелкому благодаря билайну который в россии зарабатывал деньги дальше была экспансия на другие страны находится в голландии главная организация виона и например михаил фридман акционер как в импелкома так и виона он создатель фактически этого бизнеса в какой-то мере про бориса зимина сейчас не буду вспоминать но одним словом человек который управлял этим бизнесом с точки зрения как акционер он попал под санкции исходя из этого он вышел из совета директоров виона и на данный момент ситуация выглядит так что российский в импелком неожиданно становится самостоятельным что это значит это значит очень простую штуку что выпил ком впервые за многие годы теряет нагрузку в виде вот этой большой компании куда отправлялись дивиденды куда отправлялись деньги то есть он перестал быть дойной коровы это хорошая новость то есть внутри россии ситуация улучшается для в импелкома вторая хорошая новая заключается в том что на те компании которые котируются на бирже а это на на данный момент неважно на российский на западный на данный момент это в импелком и мтс там мтс есть долговые расписки они обесценились практически до нуля также как для многих компаний для сбера для еще кого-то почему потому что санкции потому что тревожность на рынке и прочие вещи и это открывает новые возможности для тех кто живет внутри россии когда фондовый рынок заработает случится это скорее всего через два-три месяца возможно акции упадут еще но капитализация в импелкома на момент вот как бы окончания торгов это порядка четырех с половиной миллиардов долларов это значительно меньше чем те активы которые находятся у компании в россии в виде оборудования в виде абонента в виде кэшфлоу то есть потока денег и подобных вещей то есть у нас получается сегодня что уникальная ситуация она случается она не уникальна сама по себе она уникальна с точки зрения того что она стала массовой для российского рынка на волне истерии фондовый рынок обесценил компании до состояния когда они стоят ниже чем их активы это круто круто потому что вне зависимости от ситуации телеком никуда не исчезнет операторы нужны мы с вами никуда не исчезли мы будем пользоваться их услугами соответственно когда фондовый рынок заработает в долгосрочной перспективе операторы конечно же отрастут обратно хотят те кто накладывает санкции этого или не хотят этот закон жизни это случится и при этом телеком не самая хорошая фишка с точки зрения фондового рынка тут есть куча ограничений если посмотреть на динамику компаний операторов на фондовом рынке она конечно не очень хорошая в отличие от айти компании от производителей и так далее я не думаю что здесь что-то изменится кардинально но то что акции будут отрастать однозначно так второй момент когда мы говорим про санкции альжер бурханыч усманов владеет с м холдингом он один из владельцев акционеров основных у него были наложены санкции но тем не менее санкции сняты специальные лицензии американского правительства то есть на сегодняшний день тот же мегафон не находится под санкциями вообще почему ответ кроется в том что на сегодняшний день у мегафона есть с телеком активы в европе и наложив санкции могли лишить половину европы интернета фактически то есть это тоже некая страховка которую компанию проделала до того более того когда мегафон уходил из фондового рынка с биржи проводил делистинг все задавались вопросом зачем это ерунда мы часть большого мира нет это не ерунда и те кто этого не сделал в общем-то столкнулись сегодня с большими проблемами чем те кто это сделал идем дальше теле 2 теле 2 принадлежит рост телекому рост телеком под санкциями и для них будет достаточно тяжело покупать оборудование причем с точки зрения оборудования сегодня ситуация очень очень простая у нас очень высококонкурентный рынок большой рынок ключевой рынок для всех производителей для nokia для ericsson для huawei zte и других компаний американских компаний и мы сегодня столкнулись с тем что последние 5-6 лет операторы целенаправленно отказывались от оборудования которое может попасть под санкции доля huawei за это время в россии сильно выросла но все тендеры которые проводились это была действительно конкурентная борьба в которой операторы пытались выжать максимально эффективную цену из поставщика потому что таких поставщиков было на каждый тендер 3-4 как минимум и компании зачастую торговали себе в убыток просто чтобы быть на российском рынке сегодня эта ситуация уходит в прошлое потому что у нас есть один приоритетный поставщик это компания huawei и она начинает собирать сливки ничего личного это бизнес и да надо достигнуть договоренности тот же мтс должен получить новые квоты для замены оборудования и прочее это займет некое время тем не менее мы говорим о том что все это будет происходить какой-то катастрофической ситуации нет здесь есть только один момент который крайне важно понимать ну вот возьмем вам пилком например просто по памяти помню отчет капекс капитальные затраты что такое капитальные затраты это затраты на то чтобы компания инвестировала в ту же сеть например 75 миллиардов рублей год году практически не изменилось в предыдущем году в двадцатом 75 в двадцать первом 75 я думаю что в двадцать втором это будут те же самые 75 миллиардов проблема только в том что 75 миллиардов рублей в двадцать втором и в двадцать первом году это совершенно разные деньги с точки зрения покупательные способности потому что huawei или кто-то другой они продают за валюту они не продают за рубли ну и если даже продают за рубли это все равно перевод счетов из валюты из доллара как правило номинированная инфраструктура в долларах мы сможем как страна вот все операторы получить оборудование ну почти но не в два раза меньше но почти в два раза меньше просто формально российское оборудование которое производится но она появилась его мало но она будет производиться есть заводы она будет постепенно раскатываться с двадцать третьего двадцать четвертого года это чуть облегчит ситуацию но не сделает ее кардинально лучше поэтому надо приготовиться что ближайшие три-четыре года мы получим не тот уровень развития сетей на который могли бы рассчитывать тем не менее сегодня вот тот запас прочности которая есть у телекома как минимум на год не никакой деградации связи именно из-за оборудования происходить не будет из-за отсутствия обслуживания со стороны там ericsson например оборудование не будет происходить американских компаний но в течение года ситуация будет меняться никто не предполагает как будет меняться трафик то есть как он будет меняться именно у операторов он станет больше насколько больше то есть что станет больше мы не сомневаемся насколько больше как изменится профиль потребления мы будем сидеть дома нам будет нечего делать мы будем играть смотреть фильмы или все-таки мы будем бегать работать и что-то делать то есть вот этот профиль потребления конечно очень важно очень важно во всех смыслах и пока никто ответа на этот вопрос не знает но в В целом, никакой катастрофы в среднесрочной перспективе с точки зрения сетей операторов, что они закрываются, что они исчезают, не происходит. Весь прошлый год, вторую половину, начало этого года, я рассказывал о том, что операторам для развития 5G необходимы деньги. Это означает повышение цен на услуги связи. Я считал и считаю, что оно необходимо. И вот, казалось бы, ситуация, когда нам нужно повышать цены на связь. Доллар скакнул, оборудование стоит дороже, но парадоксальность нашего рынка заключается в том, что телеком социально значимая функция. Именно так чиновники это и рассматривают. Я думаю, что на как минимум 3-4 месяца будет неформальный запрет на изменение стоимости связи. То есть связь будет на сегодняшний день такой же недорогой, такой же дешевый, как везде. Она была. Но если мы пересчитываем в доллары сегодня, это вообще гениально. Не было бы печали, да печально помогла. Не помню, как эта поговорка звучит, неважно. Сейчас у нас не просто самая дешевая связь в мире. Она по соотношению цена-качество просто улетела в космос, потому что мы получаем услуги, ну вот в пересчете на доллары, за копейки. Это и раньше было недорого, сейчас это стало вдвойне недорого. Ну вот такая история. Поэтому, говоря про операторов, есть проблемы текущие. Операторы не сориентировались в ситуации до сих пор. То есть кризис, ну, большие структуры, да. У каждого оператора есть своя розница в том или ином виде. Розница обязательно будет сокращаться. Никуда они от этого не денутся. Держать такое количество магазинов при недостатке товара, который был еще и до февраля, то есть дефицит товаров был, невозможно. Они не рентабельны. Поэтому будет сокращение. Дополнительные проекты все сокращения. 5G. 5G будут пытаться запустить практически все. То есть убираем все вот ракушки, которые на корпусе налитли корабля и пытаемся в светлое будущее плыть намного быстрее, чем раньше. Больше придется работать людям, безусловно. Но у них будет работа, и это ключевая отрасль. Меры поддержки государства будут достаточно значимыми в обмен на то, что связь не меняется в цене. То есть здесь есть некий внутренний выигрыш для операторов. Насколько я знаю, на сегодняшний день операторы остановили прием на работу новых сотрудников. Ну, в массе своей. Кого-то, может быть, берут, еще что-то. Но также они остановили увольнение. То есть от сотрудников не отказываются. Это тоже позитивная достаточно новость. В целом, именно Телеком рынок с точки зрения операторов сегодня сталкивается с проблемами. Да и не первый раз, это не первый кризис. Но понятно, что делать. Понятно, как жить. И в этом плане это вот такой хребет нашей экономики сегодня. Телеком. Телеком продолжает жить. Продолжает жить относительно неплохо на фоне многих вещей. И перестраивается. И перестраивается достаточно активно. Одним словом, здесь кричать и бить в набат, что все пропало, точно не стоит. Это ролик про кризис текущий. Мы разбираем разные аспекты этого кризиса. Посмотрите другие ролики в этом плейлисте на YouTube. Подпишитесь на наш Телеграм-канал, потому что сегодня это самое оперативное средство информации обо всем, что происходит на рынке. С устройствами, ценами, блокировками и так далее. Удачи, хорошего настроения. И самое главное, берегите себя и своих близких. Удачи вам. Пока. Субтитры подогнал «Симон»